Будапештская и Венгерская епархия Епархия Русской Православной Церкви объединяет прихода на территории Венгрии. История Русское православие в Гапсбургской Венгрии Первый русский православный храм на территории Венгрии был построен в XVIII веке в Такае, где располагался русский казачий гарнизон. Там на арендованных русскими царями землях казаки собирали и обрабатывали виноград, который затем перевозили в Санкт-Петербург. Храм сохранился до наших дней. Еще один русский храм во имя мученицы Александры появился в 1803 году в предместе Будапешта и Рюме. На месте кончина великой княгини Александры Павловны Романовой, дочери российского императора Павла I, позднее была учреждена Афенская духовная миссия, действовавшая при дипломатической миссии и оформлявшая проживавших в этих местах православных людей. Долгое время Афенская духовная миссия была местом духовного окормления и утешения русских людей. Оказавшихся в Венгрии, церковь при миссии неоднократно посещали русские дипломаты, члены царской фамилии, представители русской культуры и политики. Афенская миссия располагала прекрасной библиотекой, высокохудожественной дорогой церковной утварью. Храм отличался благолепием убранства, а ее штат, состоящий из священника, дьякона и четырех певчих, позволял на достойном уровне вести богослужебную жизнь и пастырское окормление православных верующих. При часовне существовало единственное в Венгрии русское православное кладбище с могилами клириков и певчих придворной церкви. Миссия прекратила свое существование после начала Первой мировой войны и революции в России между двумя мировыми войнами. В 1920-1930 годы в Будапеште осело немало русских беженцев, которые создало два русских прихода. Один имел домовый храм и находился в видении западноевропейского экзарха русских приходов, другой не имел храма и подчинялся синоду русской зарубежной церкви. Эти приходы прекратили свое существование во время войны, послевоенный период. После освобождения Венгрии от немецкой оккупации в 1945 году русские приходы вошли в юрисдикцию Московского Патриархата. В тот же период к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию и начали поступать обращения от венгерских православных приходов до Первой мировой войны, состоявших в юрисдикции сербской православной церкви, которые стремились к употреблению венгерского языка. Венгерское благочине русской православной церкви. 11 ноября 1949 года решением Священного Синода венгерские православные приходы, не состоящие до настоящего времени в чьей-либо юрисдикции или потерявшие за время войны русскую юрисдикцию объединяются во временное управление венгерских православных приходов, руководителем которого был назначен с наименованием благочинный протеерей Иоанн Каполович тогда же в состав венгерского временного управления, были включены Приход святителя Иоанна Златоуста в Будапеште, приход Успения Божией Матери в Будапеште, храм во имя Великомученицы Царицы Александры в Иреме, приход в Нерегхазе, приход в Шаркт-Керестурии, приход в Сентише, приход в Сигеде с храмом во имя Великомученика Георгия Победоносца, русский православный храм во имя преподобного Сергия Радонежского в Будапеште. Духовное окормление приходов венгерского благочиния было возложено на председателя Овцис. 15 ноября 1949 года патриарх Алексей I утвердил положение об управлении приходами, входящими в состав венгерского благочиния, а также доверенность на решение и притворение в жизнь вопросов его текущей жизни. В положении отмечалось, что московский патриархат принимает в юрисдикцию только те приходы, которые просят об этом, не находятся в подчинении архипастерской власти другой юрисдикции и пребывают вне канонического окормления. Православным венграм представлялось право совершения всех служб и треб на венгерском языке. Соборным храмом венгерского благочиния была определена Церковь и Успение Пресвятой Богородицы в Будапеште. С 10 по 31 августа 1951 года для венгерских священных и церковнослужителей были организованы курсы с целью расширения богословских познаний и укрепления богослужебных навыков. Были открыты новые храмы и приходы улучшена материальная жизнь приходов и духовенства. В 1952 году был основан ежемесячный журнал на венгерском языке и Гехази Кроника. В 1953 году еще два прихода были приняты в состав венгерского благочиния и еще один. В 1956 году. В 1954 году священный сенот удовлетворил прошение протеерея Иоанна Кополовича об освобождении его от должности благочинного администратора и, назначил на эту должность протеерея свято-николаевского храма в Будапеште Фериза Берки, который нес это послушание до преобразования благочиния в епархию. В 1987 году в церковном здании в городе Мешкольц был открыт Венгерский православный музей. 21 марта 1996 года решением священного сенота венгерское благочиние было выведено из непосредственного подчинения и офис и управление им было поручено, архиепископу берлинскому и германскому Феофану. В 1999 году бывшего священника венгерского благочиния Христофор Харифтос, запрещенный в служении архиепископом Феофаном за крупные финансовые махинации и затем приговоренный светским судом к лишению свободы сроком на 6 лет, от оргнул три храма благочиния в пользу венгерского экзархата Константинопольского патриархата, в юрисдикцию которого был принят. Данные действия происходили сведомо при активном участии митрополита Михаила, управляющего венгерским экзархатом. 29 декабря 1999 года решением священного сенота архипастерское окормление приходов венгерского благочиния было поручено епископу Павлу, назначенному на Венскую и Австрийскую епархию Будапештская венгерская епархия. 19 апреля 2000 года определением священного сенота Московского патриархата приходы венгерского благочиния были преобразованы в самостоятельную епархию. При этом архиепископ Павел получил титул «Венский и Будапештский», не удовлетворившись захватом трех храмов. Митрополит Михаил предъявил епархии имущественные претензии с целью отчуждения от нее свято-успенского кафедрального собора в Будапеште. 28 марта 2002 года епископ Павел подписал указ о создании нового русского прихода, который стал называться русским приходом во имя Святой Тройцы. 7 мая 2003 года архиепископ Павел был переведен на Рязанскую кафедру, а временно управляющим Будапештской епархией назначен епископ венский и австрийский Иларион. 9 сентября 2003 года вышел первый выпуск электронного бюллетеня «Венгерское православие» на венгерском языке, подготовленного пресс-службой венгерской епархии. Цель создания бюллетеня была своевременное оповещение венгерских СМИ о событиях в епархии, а также рассылка другой полезной информации. 18 мая 2004 года на заседании столичного суда Будапешта по делу о праве владения Свято-Успенским собором, иск венгерского экзархата Константинопольской патриархии был отклонен на том основании, что эстец не сумел доказать свое право на подачу иска. Инициированные венгерским экзархатом Константинопольского патриархата судебные процессы, широко освещавшиеся светскими средствами массовой информации, нанесли серьезный урон делу межправославного единства и престижу православной церкви в Венгрии. От 19 до 20 июня в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялась ипархиальная конференция «Православие в современном мире». 31 марта 2009 года временно управляющим ипархией назначен епископ Егорьевский Марк. 8 ноября 2012 года в Будапеште вице-премьером правительства Венгрии и Желтым Шимьоном и временно управляющим венгерской ипархией архиепископом Марк. Было подписано соглашение между венгерским государством и венгерской ипархией Русской Православной Церкви. Договор определяет формы сотрудничества во всех сферах общественной жизни. Епископы Павел Епископ Венский и Будапештский Эларион Фу Епископ Венский Марк Фу Архиепископ Егорьевский Тихан Йоб Подольский. Храмы Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы Приход во имя Святой Троицы Настоятеля Ирии Дмитрия Корнилов. Церковь Преподобного Сергия Радонежского Храм Святой Троицы Храм Святой Троицы Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца Храм Святой Мученицы Царицы Александры Храм Святителя Николая Чудотворца Храм Святителя Николая Чудотворца Приход в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник.